На председателя партии Демократия дома Василий Костюка поступил сигнал в полицию от представителя государственной канцелярии в районе Штефанводы Раду Бырны, который пожаловался на то, что политик снимал его без разрешения и задавал вопросы. Кто вам разрешил здесь снимать? Вы мне запрещаете снимать? Да. Вы представитель правительства. Я вызываю полицию. Вы не имеете права в публичном месте снимать без разрешения. Вызывайте полицию. Раду Бырны позвонил в единую службу 112 и вызвал полицию, чтобы запретить Костюку снимать видео перед зданием районного совета Штефанводы. Инцидент произошел вскоре после отъезда премьер-министра Дарина Ричана, который провел там рабочую встречу. Господин Костюк снимает без разрешения и задает вопросы. Вы себя слышите? Сами себя позорите. Что значит снимаю без разрешения? Вы публичное лицо. Несколько примаров пожаловались, что вы их терроризируете в качестве представителя правительства. Все, закрываетесь? Только что уехал премьер-министр. Господин Бырна, вы понимаете, что сами себя позорите? Попрошу вас выйти. Почему? Потому что вы не должны меня снимать. Господин Бырна, вы не у себя дома. У меня обеденный перерыв. Идите поешьте, приятного аппетита. Я хотел спросить вас о том, что несколько примаров говорят, что вы их терроризируете. Я не отвечаю на вопросы. Используйте административные ресурсы, чтобы терроризировать неугодных примаров, в том числе моих коллег. У нас нет неугодных примаров. Нет ни одного неугодного примара. После этого Бырна вошел в свой кабинет, а Костюк позвонил премьер-министру Дарину Ричану. Господин премьер-министр, вы 10 минут как вышли после заседания совета. Эти люди представляют вас на местах. С этими людьми вы занимаетесь европейской интеграцией. Вскоре Василий Костюк был препровожден в инспекторат полиции Штефан Воде. Вы получили вызов? Приглашение на кофе. В полицию? А что, в полиции не люди? Давайте пойдем к Раду Бырне. Сначала сюда. На что он пожаловался? Жаловался, что вы его снимали, как и меня снимаете. Он представитель канцелярии. Разве у меня нет права снимать? Что гласит закон? Закон один для всех. После дачи объяснений Костюка отпустили. Позже в прямом эфире он заявил, что котельная одного из детских садов Штефан Воде незаконно перешла в собственность Раду Бырне. В подтверждение своих слов он представил документы. Как оказалось, что котельная перешла в собственность? Я и документ покажу. И вот здесь забор. Парень все огородил. Бырна – представитель госканцелярии, который написал жалобу в полицию. Вот здесь отобранная котельная. А здесь дорога, по которой должны были бы проехать пожарные, скорая, к детскому саду. А за ней был служебный вход в детский сад. Вот здесь еще один участок, захваченный Раду Бырне, представителем правительства. Здесь полгектара земли. Представители партии «Действия и солидарность» на местах, такие как Раду Бырне, делают, что хотят. Мы попытались связаться с Раду Бырне, но его телефон был отключен. Пресс-секретарь правительства заявил нашему каналу, что не комментирует данную ситуацию. Даниил Воды лишь сообщил, что общался с Василией Костюком, но подробностей не сообщил. Мы также обратились за комментариями к пресс-секретарю правящей партии Адриане Влас, но ко времени выхода сюжета в эфир ответ от нее не получили.